Некоторые вопросы, которые будут самыми проблемными в этом году. Ну, в первую очередь, вы все знаете прекрасно, что на фоне бесснежного покрова у нас прошла зима. Причем с присутствием низких температур, которые могли бы как-то повредить культуру. Но в связи с тем, что так сложились погодные условия, все зимующие и озимые культуры перезимовали удовлетворительно. На сегодняшний день, особенно после подкормки, выглядят очень даже хорошо. Единственное, что пострадал очень сильно рапс. И стоит отметить, что в этом году ожидается следующая ситуация, что касается рапса. То он быстро развивается, то есть бурно, но роста пока нет. Поэтому он выкидывает бутон и всем сельхозтоваропроизводителям необходимо подумать над тем, чтобы уже провести обработки инсектицидные. Потому как сейчас работают несколько вредителей, которые, если залезут в стебель, то вы понимаете, что вы потеряете урожай от 20 до 50%. Поэтому все сотрудники наши готовы предоставить рекомендации. Обращайтесь и по адресным обработкам тоже. Далее, что касается озимой пшеницы. Озимая пшеница хорошо развита и надземная, и подземная части. Поэтому подкормки усилили рост и развитие идет соизмеримо. Но наблюдается ранний выход, где-то порядка на 25 дней, явятся краснобруды. Тот, кто сталкивался с этим вредителем, понимает, какие он может нанести, какой ущерб и так далее. Поэтому на сегодняшний день наши рекомендации заключаются в том, чтобы в первую очередь вы провели обработки гербицидные с фунгицидным добавлением. То есть это против болезней и против сорной растительности. Но гербициды выбирайте широкого спектра действия и противозлаковые. А также по фазам вегетации, чтобы это был длительный период применения. И инсектицидную обработку, то есть обработку против вредителей, проводить отдельно. Потому что в этом году солнечная инсоляция таким образом будет являться, что просто-напросто фитотоксичность будет проявляться на растениях. То есть это и пожелтение, и отражение на болезнях, которые будут сильно развиваться, и усыхание листовой пластинки. А вы сами понимаете, что усыхание листовой пластинки – это нарушение аппарата, который работает на само зерно, на его выполненность и на его вес. Что касается азимового чменя. Азимового чменя в этом году, он как никогда будет, конечно, быстро развиваться, быстро, поэтому всем надо будет готовым к тому, чтобы готовить уже технику к уборочному периоду. Потому что ячмень сейчас после подкормок имеет хорошую массу, также коэффициент вкушения составляет от 5 до 7 штук побегов на одно растение, поэтому всем необходимо просто запастись фунгицидами. И инсектицидами как таково мало обрабатывают ячмень, поэтому здесь в основном гербицидные и фунгицидные обработки стоит провести. Ну и что касается общей ситуации тем, кто выращивает посевы на семена. На семена вы знаете, что посевы надо апробировать, поэтому заблаговременно обращайтесь к нашим сотрудникам для того, чтобы они привязали, то есть геопривязку сделали на поле, потому что мы в этом году не сможем проводить апробацию без геопривязки. Ну вот такое вот новшество у нас сейчас, по которому мы работаем.